Это день, 14 мая, день памяти благоверной царицы Тамары. Воспоем Тамар царицу, почитаемую свято. Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то. Мне пером была тростинка, тушью озеро Агата. Эти стихи посвящал своей царице сам Шота Руставели, классик грузинской поэзии «Царица Тамара. Золотой век этого кавказского народа». То время незадолго до монгольского нашествия, когда грузинское царство крепло, когда христианство за щитом багратионов распространялось далеко на юг и восток, когда о нем хорошо знали и считались далеко за пределами Кавказа. Скажем только, что мужем святой царицы Тамары был русский князь Георгий, сын благоверного Андрея Боголюбского. А Грузия смогла отбить нашествие могущественного халифа Абубакра. Сложно найти современника, который бы дурно отозвался о мудрой правительнице. Ее характерный словесный портрет. Правильно сложное тело, темный цвет глаз и розовая окраска белых ланит. Застенчивый взгляд, приятный язык, веселая и чуждая всякой развязности, услаждающая слух речь, чуждый всякой порочности разговор. Увы, после смерти царицы Тамары Грузия недолго переживала свой расцвет. Уже спустя 10 лет пришли на Кавказ Тумены Чингисхана. Эпоха сильной армии, богатых храмов, цветущей культуры ушла в прошлое. В этот день, 14 мая 1833 года, в России официально запрещена продажа крепостных с публичных торгов. 14 мая 1835 года вышла в свет сказка Пушкина о рыбаке и рыбке. 14 мая 1905 года в Севастополе была открыта знаменитая панорама «Францу Рубо», посвященная обороне города в Крымскую войну. Вместе с Василием Верещагиным русский француз из Одессы Франц Рубо был одним из виднейших художников-баталистов. Франц закончил Мюнхенскую академию художеств, много работал, пока не получил солидный государственный заказ. Для военно-исторического музея в Грузии ему потребовалось написать 19 полотен о баталиях на Кавказе, в Иране, в Азии, в Турции. Художник посетил множество мест на Кавказе, где он делал зарисовки мест боев, костюмов и оружия горцев. «Привезу к 15 сентября Кюрюк-Дара, Ахульго и вступление в Тифлис». «Вам больше всего понравится Ахульго. Это картина, которая больше всего интересовала меня», – писал Рубо своему другу. Полотно «Штурм Ахульго» и правда стало вехой. А еще это была первая картина панорама Рубо. 120 метров такой длины был холст. Для этой работы был изготовлен отдельный павильон, чтобы развернуть изображение на 360 градусов обзора. За такую работу автора наградили несколькими орденами и ожидаемо дали еще один заказ на панораму, посвященную 50-летию битвы за Стивостополь в Крымскую войну. Увы, этот эпичный труд пострадал в Великую Отечественную войну, как и еще один шедевр – панорама, сделанная к 100-летию Бородинской битвы. Сам их автора после революции оказался за границей, где провел последние годы жизни практически без заказов и в полном забвении. 14 мая 1909 года началась деятельность общества «Санкт-Петербургский таксомотор». С этого начиналась история такси северной столицы. В этот день, 14 мая, родились. Иван Михелисон – генерал от кавалерии, победитель Пугачева. Есть известная картина, на которой плененного Емельяна Пугачева везет в клетки сам Александр Суворов. На самом деле легендарный полководец в сущности и не участвовал в боях с пугачевцами. Его роль в этом деле ограничилась конвоированием и допросами. Основную тяжесть войны с армией мятежников вынес Иван Михельсон, который в то время даже и генералом не был. Кстати, он и Суворов были хорошо знакомы. Еще во времена польской кампании Александр Васильевич писал, майор Михельсон более всех по его искусству отрежаем был против мятежников в поле и от успехов его получил себе великую славу. После Польши Суворова отправили на Турецкий фронт, Михельсона на Пугачевский. Офицер со своими частями и нанес мятежнику решающее поражение в трехдневном масштабном сражении у Казани. Удивительно, но награды не спешили сыпаться на выдающегося командующего. Звание генерала, герой войн с Пруссией, Турцией, в Польше, победитель Пугачева получил только в 1778 году. Он еще повоевал на фронте со Швецией, снова был отправлен против Турции во главе молдавской армии и везде был одинаково успешен. Екатерининское время было богато на подобные таланты. Также 14 мая родились фильммаршал Александр Борятинский. Он принял капитуляцию у чеченского имама Шамиля. Василий Дашков, меценат и коллекционер, руководитель и основатель одних из первых музеев в России. Роберто Бартини, советско-итальянский авиаконструктор. Таким был 1.14 мая.